Приветствую, кто еще не успел поздороваться. Приветствую всички. Слава на Бога. Мощное сегодня прославление. Много мощное прославление имах мы днес. Очень сильное присутствие. Слава Богу. Силное присутствие на Бога. Благодаря на нашу Господу. И опять же мы не сговаривали сегодня. Группа прославления пела одну такую чудесную песню. И не сме сговаривали с группой прославления. И са испяли чудесна песен. Там, где дышит Дух Господень, там свобода. Помните, да? Слышите се, нали? Вот это тема моей проповеди сегодня. Давайте мы откроем для начала это место. Оно написано во втором послании Коринфянам. Третья глава. Да утворим това место. Пише това в Коринфянам. Третья глава. 17-18 стихи. 17-18 стих. И апостол Иоанн пишет. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Скажи аминь. Там, где Дух Господень, там свобода. Знаете, я тоже хочу такое короткое свидетельство вначале сказать. Искам докажа кратку свидетельство днес. Это меня Наталья вдохновила. Наталья меня вдохновила. Потому что я буквально вчера был у своего друга. У нее же вчера бяха приедин приятел. С которым мы вместе, ну, в принципе, круглый год уже ныряем под воду. И каждый раз стреляем хорошую рыбу. Это и кефаль. Кефал. Това и кефал. Да, такие вот плотирини, не са малки. Тоже из отряда кефалевых. Малки те рыб. Морские враны, это морские такие окуни, да, морские окуни. Вот. И так далее. И вот в конце июля. И в крайне июля месяц. Филипп купил новый мотоцикл. Филипп себе купил новый мотор, мотоциклет. И шел на скорости. И путывался с высокой скоростью. Это было в городе. И перед ним резко затормозила машина. И точно перед него резко спряла куата. Ну, он по тормозам дал. Успел затормозить. То есть успел это спре, брызо. Нажал на заднюю скорость. Сложил на заднюю придавку. Мотоцикл болтануло вправо, влево. Мотоцикл это утишло налево, надясно. И он вылетел из мотоцикла. И излетел от мотоциклета. И улетел вперед. Сильно упал под машину. Излетел напред. И сильно падал под куата. Поломал лопатку. Счупила лопатка. И три ребра. И три ребра. Ну, вчера я смотрел ядерный магнитный резонанс. Вчера глядых ям и эр. И увидел о том, что ребра были поломаны. И в видеах, че ребра со щупени. Собили щупени. И докторите са написали о том, что, ну, если бы ребра поломались, я так просто переведу. Докторите пишет за то, что, ако ребра са были щупени, то был возможен пневмоторакс. То бил и возможен пневмоторакс. То есть, когда ребра ломаются, они становятся острыми и пронзают так называемую пленку легких. То есть, когда ребра са щупят, те стават остри и тогда могут быть пронзают. Белия дробь. И тогда человек не может дышать. И тогда человек не может дышать. Не может создать отрицательное давление в легких. Не может создать отрицательное давление в органите. И если не оказать срочную помощь, то человек умирает. И ако не се окаже бърза помощь в еднага на место, человек может умреть. Я сказал Филипу, ты в принципе был на грани, что вот-вот и уйдешь. Казах на Филип, че си бил на ръба да утидешь. Ну и так он в тяжелом положении, потому что все-таки перелом трех ребер и лопатки. То и така е в тежко положение, с щупения ребра и лопатка. Знаете, мы учимся у Господа. Знаете, не се учим от Господа. Я всегда в таких случаях говорю. И винаги в този случай казвам. Вот нам, христианам, вот такие моменты никогда нельзя выпускать. Не трябва да изпускам эти моменты. Потому что я вспоминаю, когда было пробуждение еще в Казахстане. Понимаешь, я срещу там за пробуждение, което е било още в Казахстан. И я всегда знал, что когда кто-то из моих знакомых попал в какую-то кризисную ситуацию. А потом опять что-то с ним случилось. А потом опять чуть не погиб. И после пак отново едва не е загинал. Нас постоянно учили. Подойдите обязательно к этому человеку. Уцедете при този человек. И скажете ему, Бог стучится в твою дверь. И ему скажете, Бог чука на твои врата. Бог тебя призывает. Бог ти призувава. Он может просто постучаться еще один раз. Той может да почука още веднашь. Обратите к Богу. И вчера я к Филипу вот так сказал. И вчера казах това на Филип. Говорю, ты знаешь, я же священник. Нали знаешь, аз съм священник. Я говорю тебе о том, что твоя жизнь, она стоит на грани. И аз ти казвам, твое живот е на раба. Ты хочешь, чтобы мы сегодня вместе помолились? Я прочту молитву Аарона на еврейском языке. Благодаря брату Николая уже знаю ее наизусть. И потом на старославянском. И после на старославянский. И вот на скольких языках. Я говорю, я могу и на корейском прочитать молитву. Могу и на корейском, и на всички языки, кто это знаю. Достаточно было прочитать на еврейском и на русском. Я прочитал молитву, молитву покаяния. Мы вместе помолились. Я достал елей, начал мазать вот так просто. Просто пошло вот это помазание. И започно това помазание. Я благословил Филиппа. Благословил его квартиру. Благословил его семью. Благословил его род. Благословил всю Болгарию. Это было очень сильное присутствие. И знаете, Бог коснулся Филиппа. Я верю в то, что с сегодняшнего дня это душа в руках Господних. Вяруем, что сегодня эта душа в руках Господних. Но вот сегодня я хотел на такую тему проповедовать. Исках днесь да проповедуем на тази тема. Опять же, не случайно. Не случайно. Потому что сейчас ко мне на прием приходит один мальчик. Понеже при мен в центре идёт едно момче. И у него такая наркотическая зависимость. И то има наркотическая зависимость. Ну, вы знаете, наркотики сейчас стали очень изощренными. Знаете ли, че наркотики днесь с много извратения. Наркодилеры подсаживают уже маленьких детей. Наркодилеры, те вече дават наркотики и на малки деца. Подростков. Тинейджери. Да. Те, которые вот буквально 12, 13, 14 лет. Тези, които са на 12, 13, 14 години. Те, которые ещё головой особо не привыкли думать. Тези, които не са свекнали да мислят с главата. Гормоны гуляют уже, значит, выходит из-под контроля. Излизат из контроля. Хочется всё пощупать, хочется всё потрогать. Искат всичко да опитат, да погледнат. И вот предлагают такие кристаллы. И предлагают такие кристалли. Или такие пластинки. Или такие пластини. Или сигареты, напичканные химией. Или цигарь с химией. Которые являются откровенными галлюциногенами. Които се явяват халлюциногенни, но усилни. Я в своё время, понятно, что я сталкивался с наркотиками. В своёто время аз сам се сблесывал с наркотицией. Могу так сказать, если человек подсел на алкоголь. Твёрд алкоголь такой. Мога докажет, че човейка, ако я зависим от твёрд алкогол. Я в своё время был лучшим наркологом в своём городе. В своёто время аз бях най-добрия нарколог в своя град. А наш город когда-то был миллионником. А наш город? Някога имел миллион хора. И могу просто такую статичку привести. Ну, то есть алкогольна зависимость. На первой стадии это бытовой алкоголизм. Человек просто эпизодически принимает. Человек эпизодически прием алкогол. Вторая стадия, когда человек может пить много твёрдого алкоголя. Вторая стадия, когда человек может пить много твердого алкоголя. Это водка, коньяк, виски. Откровенный самогон. Ракика. Это может быть литр, два литра. Но на третьей стадии алкоголизма дозировка начинает падать. Это говорит о том, что печень уже перестала функционировать. То есть человек выпивает, 50 грамм водки и просто в дырбоган. Попробую перевести. И все напиво наполно. Наполно, да. И на четвертой стадии алкоголизма человек уже полностью деградирован. Человека наполно деградировал. Как наркологи говорят, очень характерный алкогольный юмор. Как-то наркологи те называют алкогольный юмор. Да, алкоголь. Дурашливость. Так пишет психиатрическая энциклопедия. Энциклопедия. Да, просто ведет себя как вот такой... То и вече не может. Да, к сожалению. Уже просто полностью деградировал. И обычно от алкогольной тяжелой зависимости человек может жить 10, 15, 20 лет. Объекновенно с такава зависимость алкоголный человек может доживеть и 10, и 15, и 20 години. И потом он сгорает. И след това вече изгаря. Если говорить про наркотическую зависимость. То если человек садится на серьезную дозировку. Ако человек започва со серьезной дозировкой. Ну, например, по одному грамму три раза в день. Это максимальная дозировка. Например, по 1 грамм на день. Героина. Това е максимальная дозировка. При такой дозировке человек может сгореть буквально за один, ну, максимально два года. При такава дозировка человек может сгореть за 1, 2 години. Но вот современные наркотики. Но современите наркотики. Дети сгорают буквально за месяц. Децата могут сгореть за месяц. То есть ребенок остается в живых. То есть детето е живо. Но просто развивается такой галюцинос. Но се развива халюцинос. Который вылечить уже просто не влечит. Кой-то не может да се изликува. Мальчик или девочка попадает в психиатрическую клинику. С халюционаторным синдромом. Так называемое анороидное переживание. С анороидным переживанием. Или ему ставят диагноз шизофрения. Или ему слага диагноза шизофрения. Сперва параноидная, шубообразная шизофрения. Параноидная шизофрения. Потом уже, ну неважно. Да. Шизофрения. Да. В конечном итоге, да. Ну просто человек уже из психушки не выходит. Если и то, что человек не излиза вечер от тази клиника. Он становится психически просто неконтролируем. Става психически неконтролируем. Неадекватен. Неадекватен. Аффективен. Аффективен. И его постоянно-постоянно закалывают тяжелыми нейролептиками. И постоянно ему дават тяжкие нейролептики. И вот до конца своей дни он вынужден лежать вот так, как овощ на кровати. И до края на дните той трябва да лежи така налеглото, като зеленчук. Можно ли назвать это жизнью вообще? Може ли да кажешь това, че е живот? И вот мальчик попал ко мне. И сега идва при мен едно момче. И вот един раз угасили кристалами. И веднъж са го черпали с кристали. Кристали? Попробуй. Попробуй. Просто надо подержать немножко под языком. Просто трябва да го сложиш под езика. И пошли грюки. И започват халюцинациите. Первый раз угощают. Первый раз уже за деньги. Второй раз уже за деньги. Все, конец. Край. Халява кончилась. Безплатно то я приключил. Деньги давай. Давай пари. Наркодилеры специально выходят на богатеньких детей из богатых семей. Наркодилерите специально търсят богати деца от богати семейства. Знаете, в принципе, это оружие массового поражения. И всъщност това е оружие на массовото поражение. Наверное, вы знаете, что в Афганистане выращивают кокаин. Нали знаете, в Афганистан отглеждат кокаин. Героиновые плантации. Героиновые плантации. Марихуана вот так, целые поля. И потом отправляют все. Куда это все отправляется? И после това, къде се спрашта? В страны, где неверные. В страните, където са неверни. Просто вот так берите. Взимайте. Ширяйтесь. Приемайте. Калитесь. Будете се? Мы готовы даже бесплатно вам все это давать. Готовы сме от начала и бесплатно да ви гададем. Только чтобы вы побыстрее сдохли. Само, че по-бързо да умрете. Потому что вы не хотите прийти и познать истинного Аллаха. Я говорю вам констатацию факта. Потому что я работал. Я работал в наркологии. Я собирал хлопок когда-то под Чинкентом. Под Чинкентом. Помог. Собирал сам помог. И проезжал знаменитый город Чу. Кто-нибудь слышал про Чу? И бях до един знаменитый город Чу. Знаменитая Чуйская долина в Казахстане. Чуйская долина в Казахстан. Я помню, что наши пацаны выбежали так с поезда вот этого. И там на стоянке тут же к ним подбегают. И вот предлагают толкать. В основном предлагали просто возьми, просто возьми, попробуй. И вот эта анаша, ее называли, марихуана, она так и называлась, афганка. И предлагали бесплатно. И, конечно, пацаны брали. И мумчета са взимали. Такая беда. Такава беда. И вот я начал работать с этим пацаном. Я започнах да работя с това мумче. И начал проводить его по знаменитым 12 шагам. И започнах да го провеждам по знаменитите 12 стъпки. 12 шагов. Я когда-то давно давал эту тему, несколько лет тому назад. Някога съм давал тази тема вече, преди няколко години. И вот эта работа с этим мальчиком, она побудила меня сегодня сказать некоторые свои размышления. И тази работа с това мумче ме накарала да ви кажа своите мисли. По 12 шагам. За тези 12 стъпки. Знаете, я вышел на эту программу в 90-х годах. Видях тази программа през 90-те. Когда сам был на наркотической зависимости. Когато сам сам имал наркотическа зависимость. Через мою жизнь прошли практически все наркотики. През моё живот се минали практически всички наркотики. Причем, в принципе, скажу так. Для нарколога, для любого практически нарколога. За всеки нарколог. Это, в принципе, нормальный опыт. Това е нормален опыт. Я знал, например, одного ведущего нарколога в Узбекистане. Познавал съм един водящ нарколог в Узбекистан. Который за своей спиной так же имел полинаркоманию, так называемую. Который за своей группой имел полинаркомания. Но после того, как он освободился от наркотической зависимости. След това, когато се освободил от своята зависимость. Он был доктор. Он стал самым эффективным наркологом. Станал едной эффективен нарколог. Но тот же опыт был у меня. Но същий опыт съм имал и ясно. Но никога не бих советовал някой да пробува това. Потому что кто-то выберется. Защото някой ще излезе от това. А кто-то может и не выбраться. А някой не. И лучше не пробовать. И по-добре да не пробвате. И започнах да търси кой в нашия град работи по тази программа. И разбрах, че никой не работи по тази программа. Особенно когато търсих сред лекарите. Программа предполагает веру в Бога. Вы знаете, как трудно найти среди докторов верующего христианина? Знаете ли, колко трудно сред лекарите да намериш верующий христианин? Я в своем городе не нашел ни одного доктора. Ни одного доктора христианина. Наконец-то я нашел одного человека. И най-накрая намерих един человек. Его звали Джордж Стил. То есть я казвал Джордж Стил. Он был американец. Той и бил американец. И я нашел, где он живет. Намерих, къде я живее. Приехал к нему. Дойдох при него. Это был большой дядька. Това е бил голям мъж. Он когда-то принес анафилактический шок. И някога е преживял анафилактический шок. Умер. Умрял. Бил в коме. Бил его в кома. И там Господ ему предложил. И там Господ му е предложил. Или работаешь на меня. Или работаешь за мен. Или умираш. Или умираш. Ну, конечно, он выбрал Господа. Естественно, е избрал Господ. И Бог его воскресил в новой жизни. И Бог го е воскресил към новия живот. И он начал служить. И той запашнал да служи. У него тоже была алкогольная зависимость. Също е имал алкохолна зависимость. Баловал се немножко травкой. Малко е приемал марихуана. И прошел по 12 шага. И минал 12 стъпковата система. Это было в Америки. Това е било в Америка. И приехал к нам в Казахстан, чтобы помогать по этой программе. И е дошел при нас в Казахстан да помага по тази программа. Не скажу, чтобы он был очень эффективным специалистом. Не бих казал, че е бил много эффективен специалист. Потому что он плохо, очень плохо говорил на русском языке. Защото много лошо е говорил русский язык. Я хочу сказать, он вообще плохо говорил. Искам да кажа, много зле е говорил. Потому что после анафилактического шока его речь была такая. Защото следов анафилактический шок и имал точно такова речь. Смазано, не точно. И то имал приводач, упитывался и договори на русский. Никто не понимал, что он говорил на английском. Говорил и английский. Предлашали переводчиков с английского на русский. Но они не понимали его английского языка. И вот так как-то ели, ели, но все равно как-то нашли какой-то консенсус. И работа потихонечку началась. И работата е започнала, лека по лека. И вот так я его нашел. И аз така го намерих. И мы подружились. И ние се спрятелихме. Знаете, вот про американцев говорят. За американците казват. У американцев нет друзей. Американцы нямат приятели. Они не умеют дружить, как правило. У них есть интерес. То есть они не смотрят на тебя, как на друга. Они смотрят на тебя, что я смогу с тебя получить. Но знаете, в любом правиле есть исключения. Вот Джордж был исключением. Это был настоящий друг. Он мне откровенно говорил, я очень люблю твою жену. Винаги мне сказал, много обичам твоя жена, но люблю ее любовь Иисуса Христа, и поэтому я тебе так открыто заявляю, и ради того, чтобы встретиться с нами в Казахстане, он мог прилететь из Америки, последний раз мы увиделся в этом году, в январе месяце. Он узнал, что мы будем в Казахстане, и он прилетел из Америки, чтобы просто с нами посидеть в ресторане, и просто с нами поговорить, за последний раз, через несколько месяцев он скончался, и этого американца я никогда не забуду, потому что это был настоящий друг нашей семьи. Итак, я сегодня думаю вообще, кем я только не работал. Помню, что я тоже об этом говорил, как-то вспоминал. В семь с половиной лет я проработал в психонерологическом диспансере. И как-то у нас, ну, что-то какая-то мода пошла. И някакая мода и започнала. То секса в Советском Союзе не было вообще. Или сексов в СССР не существовал. А тут вдруг появился. И решили в нашей клинике открыть кабинет сексопатолога. Это было неожиданно для всех. Кто там будет работать? Кто там будет работать? Давайте вот этого молодого специалиста там отправим. Вот Геннадий Анатольевич, он нас пришел только что. И посадили меня в кабинет сексопатолога. И са ме сложили в кабинет на сексопатолог. Я вообще ничего не знаю. Какая сексопатология? И аз им казалось, аз нищо не знавам. Каква сексопатология? Дали вот такой учебник сексопатологии. Дадоха ми таков учебник. Учи. Сексопатология. Учи. И я начал учить. И я започнах да уча. Ам еще начал, перекопал там в библиотеку ходил, там кучу всякой. Търсих в библиотека. Специална литература. Много специална литература. Но знаете ли, что я знал? Я тогда уже хорошо знал Библию. И многие стихи цитировал, как и сейчас, наизусть. И когда я входил в какое-то такое тупиковое состояние. И когато сам стигал до... Тупик. Капан. Не знам. До капан. Тупик. Тупик. Не мысли. То безысходная ситуация. До занови на улице, когато сам стигал. Безысход. Да. Безысходная ситуация. То безысходная ситуация. Приходили люди с девиациями, перверзиями. Идывали сахара со... Девиациями. Девиациями. Перверзии. Перверзии. Сексуальные, да. А сексуальные. Вот. Но в основном обращались женская фрегидность и мужская потенция. Это самая популярная. Ну, в основном обращались женская фрегидность и мужская импотентность. Доктор, подскажите. Доктор, помогните. Что делать? Какво доправим? А давайте мы откроем. Знаете, есть такая древняя книга. Дайте да отворим една древна книга. Песня песней. Песня на песните. Вот женщинами им говорила обычно. И на жените сме казвали. Смотрите, как красиво написано. Погляняйте, колоко красиво напишет. И это же Библия говорит. Даже Библия так казва. Открывая песни песней. Отварям песни на песните. Там написано. Возлюбленный мой. Там пише. Возлюблен мой. Лучше десятка тысяч. Подобор от хиляди десетки хиляд. Юноши. От десетки хиляди момчета. Устата са сладки, как мед. Мужчина ме го читал. На мъжете съм чел. Посмотрите, как написано. Погляняйте, колоко добре пише. Сберусь на нее, как на пальмо. Ще се кача на нее, как на пальмо. Наслажусь от плодов ее. Ще се насладя на нейните плодове. Доктора, то, что в Библии написано. Доктора, това его в Библии то ли пише? Вот откройте сами. Я же вот пише вами. Я скажу вам, утварейте сами, нали глядам от там. И вот так я вот людям в кабинете сексопатологии. И така на хората в кабинете на сексопатологии. Говорил о Боге. Сам казывал за Бога, сам говорил за Бога. Самый лучший выход. Найдобрея исход. Это просто полюбить Бога. Това и да заубичаш Бога. Потому что Бог есть любовь. За что-то Бог е любовь. Вы знаете, вот мне понравилась мысль на этой неделе. Много ми хареса една мисль тази седмица. Один мыслитель так написал. Един мыслитель и написал. Говорит, вот приходит человек к Богу. Человек идва при Бога. Говорит, Бог, вот сделай так, чтобы я был более любим. Казва, Бог, направи меня така, че да ме обичат повече. Бог отвечает, ну пожалуйста. И Бог отговаря, ето. И что все? И това ли? Говорит, ну вроде бы как, ничего не изменилось. Я не изменился, я тот же Бог. Имам чувство, че нищо не се е променило. Същия съм Бог. И Бог отвечает. И Бог отговаря. А ничего не надо меняться. То нищо не трябва да се променя. Как бы ты не менялся. Както и да и да се променяш. Каким бы ты не был. Каковто и да бъдеш. Я буду тебя всегда любить очень сильно. Аз винаги ще те обичам много силно. И моя любов к тебе будет такой же безгранична. И моята любов к тебе ще бъде безгранична. А как мне стать не только любимым? А как да бъда не самолюбим? Ну и любящим. Ну и убичащим. И вот Бог говорит. Ты просто позволь моей любви проходить через себя свободно. И Бог му казва. Просто позволь на моята любов да минава през теб. И вот эту мысль я доносил до людей. И тази мысль я доносил до хората. Познайте любовь Бога. Познайте любовта на Бога. Вот она вам даст мощную потенцию. Ще ви даде мощна потенция. И это правда. И това е истина. Это чистая потенция. Я хочу сказать, что брак без Бога он обречен на фригидность, на импотенция. Но брак с Богом, как веревка втрое скрученная. Аминь. Там всегда будет и мощь, и сила. И знаете, я вот хочу сегодня просто вот так по шагам пройтись. Я программу 12 шагов знаю наизусть. И искам да минем тези стъпките. Программа 12 стъпки аз я знам наизусть. Потому что проработал по ней много лет. Почти 30. Почти 30. И шаги они очень простые. Сoni. И первый шаг он звучит так. И първата стъпка звучит така. Я признаю свое собственное бессилие. Аз признавам свое собственное бессилие. Признаю, что я полностью потерял контроль. Признавам, что напълно съм изгубил контрол. Над собственная жизнь. Над собственная живот. Признаю. Признавам, что тот или другой наркотик. Този или другий наркотик. Оль взял надо мной вверх. Той взял връх над serving. Овладел меня. Той меня победил. И я ничего не могу поделать. Знаете, вот эта программа на сегодняшний день помогла уже миллионам, миллионам, миллионам людей получить освобождение от любой зависимости. Алкогольная, наркотическая игровая зависимость просмотр порнографии какие-то азартные игры амфетамин и так далее. Конца и края нет. То есть, если, например, в твоей жизни есть что-то, с чем ты не можешь разобраться, есть программа на 12 стапки, которая реально может тебе помочь. Но мне она когда-то помогла. На мен някога ми е помогла. И я вот работаю с этим мальчиком сейчас. Я знаю, что шансов у него не много. Я знам, че шансовите му са много малки. Я ему говорю, ты сам то хоть веришь, что сможешь выбраться из этой ямы? Я ему говорю, ты сам веришь ли, че можешь до излезти, что тази дубка? Потому что только твоя вера сейчас тебя сможет спать. Твоя личная вера. Твоя личная вера. Лично я верю. Лично я верю. Но веришь ли ты? Но веришь ли ты? Потому что если ты не веришь, даже Бог тебе не сможет помочь. Даже Бог не может дойти помог мне. Он сказал, я верю. И той каза, аз верю вам. Я сказал, ну тогда вперед. Я сказал, и мы тугава да започнем. Давай работать. Да, и да работим. Я поделил с ним один принцип на 12-шаговые программы. Споделил с него один принцип на 12-стъпковата система. Которая помогла лично мне. Която я помогла лично на мен. Я бывший дзюдоист. Бивший дзюдоист. Раньше у меня вена вот эта была, да? Она была как палец. Тази вена някога съм имал как тук пръст. Вена у меня нет. Они все сожжены. Хотя прошло уже 30 лет. Больше 30 лет. Вените ги нямам. Те вече са изгорени. Но минали са 30 години. Вы поверили в то, что я бывший. Я сейчас сам не верю. Поверьте. Просто да видите, да повярвате, че съм от бившите. Даже аз понякога не вярвам. Даже бывшие наркозависимы они долго не живут. Даже бившите наркозависимы не живеят дълго. Второй великий человек, которого я знал когда-то. Второй велик човек, който съм познал някога. Мы называли Вовка Крючков. Сам увикали Вовка... Крючков. Мастер спорта международного класа по боксу. Достиг вершины славы. И появились деньги. Попробовал кокаин. Через какое-то время подсел на героиную зависимость. Еврей. Мама забрала его в Израиль. В Израиле, может быть Николай ты слышал про Володю Крючкова, Владимир Крючков. Игорь Семенович его хорошо знал. Игорь Семенович много добре его познал. Он прошел центр реабилитации. То есть пристигнул в центр на реабилитации в Израиле. И получил там освобождение. И получил там освобождение. Слава на Бога. Вернулся в Казахстан. Вернулся в Казахстан. И принял решение открыть центр в Казахстане. И решил открыть центр в Казахстан. Начал ходить по инстанциям. по церквям и никто не откликнулся. Само от нашей церкви няколко инициатори са се включили. И започнали на 40 километра от города от буквально с пеноблоков начали строить вот эти бараки, бараки, бараки и построили там центр. Сотни наркозависимых прошло. Стотицы наркозависимые са минали оттам. Очень мощный служитель. Много мощный служитель. Но он буквально несколько лет тому назад скончался от цирроза печени. Хотя был пастором церкви, который успел основать центр для наркозависимых в Казахстане. Потом поехал в Израиль. После утешал в Израиль. Там основал еще один центр реабилитации. И потом Ким Дэвид пригласил его уже в Америку. И он там открыл еще один центр реабилитации. И там еще один центр на реабилитации утворил. Это был очень эффективный служитель. Сотни наркозависимых. Стотицы наркозависимые. Я не знаю, понимаете ли вообще о чем я сейчас говорю. Вот освободите хотя бы одного наркозависимого. И кто-то скажет, смеете что ли? Это невозможно. Освободите сотни. Только Бог может. И для верующего все возможно. И завернуть все возможно. И вот он основал три центра. И умер от цирроза печени. Потому что у него была когда-то тяжелая наркотическая зависимость. Поэтому, слава Богу, что я сейчас живой, правда? Почему-то Бог так решил, распорядился. Я думаю, что, вы знаете, мы когда-то, когда служили наркоманам, мы для себя открыли. Сме раскрыли за нас. Вот тяжелый наркоман, который получил освобождение, он должен гореть для Христа. Той трябва да гори за Христос. Просто идти на самой передовой. Просто да върви най-отпред. Или он горит для Христа. Или той гори за Христос. И живет для него. И живее за него. Или он не горит. Или той не гори. И очень быстро скатывается в мир. Опять возвращается к наркотикам. И довольно быстро уже погибает. Это статистика. Но мы увидели, что есть такие служители. Мы до сих пор общаемся с такими служителями, которые из бывших. И в Израиле недавно Сергей Гуров рассказал. И в Израиле у нас скоро Сергей Гуров не рассказал. За церковь, которая основана от бывшими наркозависимыми. Сомборский пастор. Как церковь называется? Живой Израил, все правильно. Жив Израил. Жив Израил, се казва церквата. Слава Богу, правда? Слава на Бога. Что бывшие наркозависимые сегодня служат Богу, являются пастырями. Те служат на Бога и се явяват пастори. И вот я делюсь с этим мальчиком. И аз поделям това с мумчето. Знаешь ли, аз как се освободих? Вот в этой программе что-то помогает одно. В тази программа помогает нечто едно. Или первый шаг, или седьмой. Или двенадцатый. Мне вообще помогли не шаги. Мне помог принцип двенадцатой шаговой программы. И он звучит просто. Это принцип одного дня. Я не буду колоса только сегодня. Только сегодня я не буду принимать это. Только сегодня я не буду делать это. Только сегодня я не буду смотреть порнографию. Только сегодня я не пойду в казино. Только сегодня я не буду материться. Только сегодня. Сегодня я буду славить Господа. Сегодня я поставлю у нас самые важные места. Что ты го поставил на най-важните места. Что для меня самое важное? Как вот за мене най-важно. Я спрашиваю у него. Я с го питом. Как ты думаешь? Какво мыслишь? Ты вот для чего родился? Как мыслишь? За какво си се родил? Какой смысл вообще твоей жизни? Каков смысл на твой живот? В чем твое предназначение? В какво твое предназначение? Я никогда об этом не думал. Я хочу сказать, что большинство людей так отвечает. Даже не задумываются. Даже не себе замыслят. Знаете, вот я ему говорю. Ты знаешь, вот ты вот смотришь на муравья. Муравей ползет. Знаешь ли, глядишь на муравка. Сейчас его рви. Он знает о своем предназначении. Ты знаешь ли за свое предназначение? Он задумывался о смысле своей жизни. Замыслил ли си за смысл на свой живот? Ну нет, конечно. Не. Но знаете, даже не зная. Даже не зная, как муравей. Муравка. Он ищет. Той торси. Исполнить свое основное предназначение. Да исполнить свое основное предназначение. И какое это основное предназначение? И то какое? Продление рода. Да продолжава рода. Что-то оставить после себя. Ничто да оставить след себе си. Найти свою муравиху. Да навязать. Верить свою это муравка. Жена муравка. Народить муравушек. Да родить ошти муравки. Построить еще один муравейник. Да построить ошти один мурав... Ну правильно же, да? Муравунник. Я хочу сказать о том, что у Бога вот такой вот план. Искам докажете, Бог и массажьте план. Это Божья генерация. Твоя Божья – это генерация. У Бога нет ни начала, ни конца. Бог не аманит, в начале нету края. И Он смотрит на нас, на людей. И то и глядит на нас, хора. Как на вот таких муравушек. Которые ползают вот так, хаотично. Кое-то хаотично. Что-то все суетятся. Суета, сует, правда, да? Суета на суете. И думают, как вот помочь вот этим муравьям, муравушкам? Это старая история знаменитого проповедника Били Грэма. Това е старата история на знаменитого проповедника Били Грэма. Он шел, он был еще маленьким, шел со своим папой. Кто-то знал, знает, наверное, эту историю. Сигурно, някой знает тази историю. И вот, если коротко, наткнулся на муравейник. И накратко, и той намерил муравуник. И он тычет туда палкой. И той започит догубодиться с брочка. И казва, башта. Интересно, муравьи сейчас нас как-то видят? Как-то нас слышат? И казва, таты, интересно, мне дали муравки, типа никакого значения не видят или чувят? Ну, папа отвечает, я думаю, что муравьи не видят нас. И таты отговорят, в смысле, что муравьи не видят? У них другое восприятие. Ты има другое восприятие. Они не слышат нас. Не не чуват. Для них сейчас, ты сейчас палочка ковыряешься, а у них землетрясение. За тях, и сякаш, ты сега будешь така со спрочката, а при тях, и землетрясение нету. Ты сейчас чихнул, а у них там гром с неба. Сегаш, ты кихнешь, а ты, что има громотевицы от горы. И тогда мальчик Били Грэм спросил, папа, но как же сделать так, чтобы муравьи услышали нас? Таты, но как да направим, че муравьи не не чувстват? Чтобы они нас понимали. Да не виждат, да не разбират. Чтобы нам как-то им помочь. Че да им помогнем по някакъв начин. И у папа был нашелся, я верю в то, что это откровение от Бога. И таты е намерил отговор, вярвам, че откровение от Бога. Достойный ответ. Достойный ответ, отговор. Ты знаешь, сынок, я думаю, я думаю, что, чтобы помочь этим муравьям, кому-то из нас надо стать самим муравьям. Някой от нас трябва да стане сам муравьям. Да дойди в техния свят. И донести до них весть о спасении. И да им донесе весть за спасението. И другой мыслитель сказал так. И другой мыслитель и казал така. Бог стал человеком. Бог естанал человек. И пришел к человекам. И дошел е като человек. Чтобы человеки, через этого, человек с большой буквы. И человеки да разберут о този человек с голяма буква. Имели шанс войти в самого Бога. Да имат шанс да влязат в самия Бог. И приобрести вечную жизнь. И да имат вечен живот. Можете ли да кажете амин на това? Я хочу сказать, что для меня это просто какая-то такая незыблемая истина. Мога да кажете, че за мен това е истина. И это говорит Евангелие. И това казва Евангелието. Бог даровал на вечную жизнь. Бог не давал вечная жизнь. Бог так сильно возобил этот мир. Бог така сильно заобичал този свят. Че отдал Сына Своя единородная си Син. Дабы всякий верующий в Него. Че всякий верующий в Него. Не погиб. Да не умре. Но имел жизнь вечную. Но да има вечен живот. Написано так? Пише ли така? Это Библия в миниатюре. Библия в миниатюра. Иоанна 3,16. Иоанна 3,16. Давайте откроем вместе место уникальное. Доотворим едно уникално място заедно. Оно написано во втором послании к Ерифорам 12 глава. То пиши во втором Коринтии 12 глава. С 9 стиха. От 9 стих. Апостол Павел пишет. Но Господь сказал мне. Довольно для себя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. И смотрите, апостол Павел в этом месте, он подтверждает. Первый шаг говорит о том, что очень важно признать свое бессилие. Я видел очень много сильных людей. Виждал съм много сильных хора. Вот, Вовка Крючков, он был мастером спорта. Вовка Крючков и бил майстор на спорта. Здоровый парень. Голям мъж. Говорит, если я бил человек, то человек всегда падал. И той казвал, че когато смудрил человек, той винаги я падал. Потому что он был тяжеловес. Защото той бил от тежката категория. Вот, и он так до Христа, понятно, что любил это дело. И той преди Христос, ему обичал това дело. Но он не смог справиться с вот этим бессиненком. Но не смог нал да справиться с този бесс. То есть на каком-то этапе наркотик его победил. То есть на единят от этапите наркотик его и победил. Первый шаг может быть непонятным. Первая стопка может да не много разбираем. Пока мы не услышим второго шага. И вторая стопка звучит так. И мы признаем, что есть сила более могущественная. И мы признаваем, че има по-силна сила, по-могуществена. Чем я. Отколкото съм аз. Чем наркотик. Отколкото е наркотика. И чем та сила, которая стоит за этим наркотиком. И по-велика от силата на наркотика, която е по-силна. Знаете, за всяким наркотиком, за всяким грехом стоит какой-то апленный черт, демон. То ли знаете, че след някоя грех стои някои от бесовите и самия сатана стоят за този грех. Он как бы покупает человека чрез грех. Той купува човека чрез грех. А хочешь вот это? А искаш ли това? А хочешь вот это? А друго? Ты же будешь как Бог. Глаза твои откроются. Твоите очи ще се отворят. Трети глаз откроются. Третото око ще се отвори. Будешь сейчас на Марс. Сега ще си на Марс. Он обманывает, конечно. Той естественно лъжи. Человек действительно может почувствовать какой-то кайф. Человек може да почувства нещо готино. Но аз се замислих. Как работает эта программа вообще? Как работает программа 12 шагов? И вот я с годами, когда работал с этой программой. Сотни людей прошло через меня, через программу. У меня появилась авторская методика. Я ее создал. Аз я создал. С Божьей помощью. Она включает в себя четыре методи, которые интегрированы, и очень мощно работают. Но я давно понял, что работает на самом деле, по-настоящему. Вы знаете, очень важно дать возможность человеку пережить слияние с живым Богом. Вот у меня 12-13 встреч. 12-13 встреч я имею с этим человеком, с любым человеком. И на одной, на вторую или на третью встречу мне надо обязательно, чтобы человек встретился с Богом. И на една, вторая или третья среща мне важно, человек, да се встречне с Бога. Как это сделать? Я предлагаю человеку помолиться. Сперва я сам молюсь. Потом я показываю, как молиться. Потом показываю месту, где найти эти молитвы. После показываю места, где не намеришь те молитви. Например, знаменитая 90-я Псалон. Или первая Псалон. Или пятая Псалон. Или 22-я Псалон. Или 22-я, 23-я Псалон в Брестата Библии. И после се молим заедно. И всегда рассказываю историю про Вовку Кричкова. Знаешь ли, кто это был вообще? Бывший героинчик. Он создал центр в нашем городе. Той создал церковь. Ребята приносили с теплотрасы уже дохлого наркомана. Момчета вече са влачили на сам почти мертвый наркоман. Который гнил. У него на ногах трофические язви. Имал и язви на краката. С белыми червяками. Изтощен, обезводнен. Учити са впаднали. И донесли са го и са го хвърлили на пода. И Вовка върви при него. Ну че, как ты? Как си? За какво сме довлякли тук? С такъв глас. Дайте мне что-нибудь. Дайте ми нещо. Сигурно нещо имате. Я умираю. Может транквилизатор у вас есть. Может быть транквилизатор у вас есть. В арбитурате какие-то есть. В арбитурате някакви. Дайте мне шарнуться. Дайте ми аз до гупрема. Меня ломает всего. Меня крутит. Обстиненция, да. Обстиненция. Имам чувственная обстиненция. Не могу да издержим. Направейте нещо. И Володя подходит так. И Володя идёт при него и казва. Вот ты говоришь, че мне сейчас говоришь? Какво мне казваш сега? Ты говоришь, что вот этот бесёнок, он мучает тебя сейчас здесь. То есть измочва сега в момента. Что он вообще что-то может вообще. Че нечто может направить. Здесь. Тук. Вот на этом месте сейчас. На точно това место. Царь царей находится. Царь на царовете сена мира. Иисус Христос. Иисус Христос. Лев из колена Иудина. Лев от Иудову Тукуляну. Он просто приходит вот сейчас. То идва сега при тебе. Он просто рвёт вот этого чёрта. Понимаешь? Разрывает вот этого беса в клочья. Разрывает вот этого беса на парчета. Дьявол пошёл вон отсюда. Дьявол утива оттуда. И отошёл. И си утива. И вы знаете, вот этот человек лежит. Глаза проясняются как-то. И знаете ли, тоже человек лежит тут. Учити му се отварят, се проясняват. Говорят, а чё вы со мной сделали? А какво сте направили с мен? А чё мы сделали? А какво сме направили? Ну у меня как-то всё прошло. Всичко ми е минало. Ничо не болит. Ничо не ми боли. Мне хорошо сейчас. Добре ми е. Никто не делали мы. Никто даже не прикасался. Ни, ничто не сме направили. Даже не сме те докоснали. Просто мы помолились. Просто се помолихме. Давай будем молиться вместе. Дай да се помолим заедно. Понимаете как это работает? Разбирате ли как работит това? Я не могу это объяснить как доктор. Аз не могу това да го объясня като доктор, като лекар. Можете у меня простить? Простете ми. Сегодня я професор цереврологии. От самои ведущи клиники в Китае. На най-водищата книга. Асяанска клиника водища. Я не могу это объяснить. Но всё-таки попробую. Я не могу да го объясня това. Всё-таки попробую. Что происходит? Я приводил этот факт. Аз го казах този факт вече. Ещё раз его повторю. И пак ще го повторю. Учените са доказали, Что в нашем теле? Гипоталама, гипофизальная система. На простом языке гипофиз. С простой думой гипофиз. Вырабатывает внутренний гормон счастья. И называется он эндоморфин. То есть в переводе с латинского внутренний морфин. То есть в переводе с латинским внутренний морфин. Что это? Какого этого? Я скажу вам, это наркотик. А что тебе кажется, это наркотик? Который вырабатывается нашим мозгом. И не имеет. И няма. Повторю, не имеет. И няма. Еще раз повторю, не имеет. И няма. Никаких побочных эффектов. Никаких побочных эффектов. Единственный наркотик. И единственный наркотик. Во всей вселенной. Во взяла вселенная. От которого хорошо. И от которого не будет никаких последствий. Кто-то меня услышал. Поднимите рот. Поднимите рот. Очень полезный наркотик. Много полезный наркотик. И ученые доказали, что этот эндоморфин выделяется только у тех людей, которые молятся. Научный факт. Вот только я как могу объяснить. И моя задача, как специалиста, подсадить. Подсадить. Я наркодилер. Ну так получается. Это нехорошее сравнение, конечно. Но просто это так. Поменять, да. Просто человеку подвести к Богу и просто, по крайней мере, попытаться. И просто да се опитам, чтобы он пережил. Божья слава. Кто-то чувствует сейчас присутствие Божьего? Кто-то пришел сегодня с абстиненцией? Так, для примера. Вот я вчера там, а сегодня уже хорошо. Я шучу. Я верю в то, что среди нас таких нет. Слава Богу. И давайте я еще одно место прочту. Это написано в первом послании от Иоанна. Я запрещу одно место. Первое послание на Иоанн. В четвертой главе пиши. Четвертая глава, четвертый стих. Четвертая глава, четвертый стих. И здесь написано. Дети, Вы от Бога победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. То есть Иисус Христос, который во мне, в моем сердце. То есть Иисус Христос, который во мне, в моем сердце. Он лев из колена Иудина. То есть лев от Иудову Тукуляну. Он есть Бог богов. То есть Бог на Богу. Он есть Господь господствующий. То есть Господь на господствующий. Он есть Царь царей. То есть Царь на Царовете. И понятно, что Он сильнее дьявола. Разбирайся, то и посылено дьявола. И Он дал нам эту власть. И то не дал такого власть. Власть быть чадами Божьими. Власть до смедицата на Бога. И с 11 стиха. И от Единаясти стих. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга, а Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнает из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели свидетельство, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Смотрите, когда в нас, Божья любовь достигает совершенства. И давайте мы запомним это навсегда. И да запомним това завинаги. В нас Божья любовь достигает совершенства, когда мы в этом мире, когда в този свят, поступаем точно так, как Иисус Христос поступал. Както Иисус Христос поступил. Бог нам дал такую власть. Иисус вчера исцелял. Он и сегодня исцеляет через нас. Иисус вчера освобождал. Он и сегодня освобождает через нас. Вы знаете, людям уже не надо слышать об Иисусе. Весь мир уже слышал об Иисусе. Цел свят отчувал за Иисус. Что от нас сегодня требуется? Это являть. Живого Иисуса Христа. Таким, какой Он есть. И поступать в этом мире точно так, как Он поступал. Аллилуйя. 18 стих. В любви нет страха. Но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Он нас перво возлюбил. Той първи ни я возлюбил. Его любовь, если мы ее познали. И тази любовь, ако сме я познали. Она просто как бы напрашивается. Тя просто иска се. Будь взаимной. Да бъде взаимна. Бог говорит, люби. Бог казва, обичай. Так же, как я тебя полюбил. По същия начин, по който аз тебя заобичам. Пусть моя любов проходит через себя свободно. Моя любовь да минава през теб. И третия шаг сегодня. И третата стъпка днес. Полностью припоручай свою волю Богу, так как я его понимаю. Напълно отдавай волята на Бога по същия начин, по който аз го разбирам. Я прочитаю сегодня последнее место. Чтоб прочитать не из последнего място. Это Псалом номер 39. Твой Псалом 39, во Българской Библии 14. Да. И я... Вот здесь апостол Павел очень хорошо дал нам понять, что... И только апостол Павел много добре не дал да разберем. Признаю свою немощь, тогда я силен. Тогда его сила. То есть тогда есть нужда, чтобы сила Божия приходила в мою жизнь. Когато признавам моята немощност, аз признавам силата на Бога и давам на Него силата в мой живот. Когда какой-либо человек говорит, я сильный. Когато някой человек говорит, аз съм силен. Я мастер спорта. Аз съм майстор на спорта. Я все там, через пот выгоню. И от через пот всичко ще излезе. А что там эти наркотики? За какво? То нищо им нямат тези наркотики. И Бог тогда говори такому человеку. И Бог казва на този человек. Но сильный, попробуй. Еми силен си, айде пробуй. Попробуй сам без меня. И что происходит? И какво се случва? Знаете, бесам, демонам, самому сатане, тысячелетия. Демоните, бесовете, сатаната, те са... Они древние духи. От хиляди години древние духови са. Так написано. Така пише. У них есть мудрост. Те имат мудрост. Они не глупы, это точно. Не са глупови. Они легко могут обмануть любого человека. Лесно могат да излъжат всеки един от нас. Но дьявол е лжец. Но дьявол то е лжец. У тебя, например, есть какие-то страхи. Примерно имаш някакви страхове. Все они основаны на лжи. И всички са основания на... Поверьте мне. Лж. Дьявол просто запугвает. На лжа. Вот сейчас с тобой случится. И дьявол казва, ето сега с теб това ще се случи. Твоя бабушка болела раком. Твоя баба е болидовала от рак. Твоя мама умерла от рака. Мам, майка ти е починала от рак. И ти, значит, умреш от рака. И ти по същия начин ще умреш от рак. Вот кто в это поверит. Който ще поверва това. Получает. Получава. Но я хочу сказать вам, это сатанинска ложь. Но искам да ви кажа, че това е лъжа на сатаната. Разрушаем эти родовые проклятия. Не разрушавам эти родовите проклятия. На сатаната с Божиите думи. Вот тот, кто поверит в меня. Който ще поверва в мен. Будет благословен. Ще бъде благословен. До тысячи поколения. До хилинди поколения. Знаете, я верю в то, что на мне проклятия становились. В моем роду. Потому что Бог мне это обещал через свое священное писание. Я встал на основании Слова Божьего. Слава нашему Богу. И я прочту. Это тот псалом, который я тоже рекомендую к прочтению. Това е същия псалом, который рекомендую к чете. Тем, кто страждит. На тезику эту страж... Дожди са? Страдает от каких-то напастей. Страдает от някакви. Соблазна, искушений. Соблазни, искушения. И вот здесь псаломопевец Давид. И там пишет. Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. И вложил в уста мои новую песню. Хвалу Богу нашему. Увидят, многие убоятся и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющим ко лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертву и приношение ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесажение жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. В свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой. И закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. И я не возбранял уста моим. Ты, Господи, знаешь. Правды твои не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение твое. Не утаивал милости твоей и истины твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, и щедрот твоих от меня. Милость твоя и истина твоя доохраняет меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые. Постигли меня беззаконимые так, что видеть не могу их боли, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавив меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да посадятся и посрамятся все ищущие погибель душе моей. Да будут обращены назад и преданы по смеянию желающим мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящего мне хорошо, хорошо. Да радуются веселяться тобой все ищущие тебя и любящие спасение твое договорят непрестанно. Велик Господь, я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавите мой, Боже мой, не замедли. Аллилуйя. И вы знаете, если вот так вот искать Господа. И знаете ли, че ако така търсим Господ. Как вот Давид. По същий начин както Давид. В тези времена. Когда Дух Святой не был вот так излит на всякую боль. Когда Святия Дух не был излит върху нас. А Он вставал рано утром. То есть вставал рано сутра. Он так и пишет в нескаких псалмах. То есть так и пишет в някои псалми. Встану рано утром. Ставам рано утром. Аминь. Взыщу тебе Господи. Ще те търси Господи. Вы знаете, если вот каждый так из нас вот так бы взыскал Бога. Ако всякий у нас Тарси Бог по този начин. Мы бы не нуждались ни в каких допингах этого мира. Не не требащи да се нуждаем от някаких допинги на този свят. Потому что в этот мир, в этот момент приходит мир. За что-то в този момент идва мир. Божий мир. Знаете, я вот в своей жизни христианской стараюсь молиться до сих пор. В свое христианский живот а се старая да се моля все още. Пока мое сердце не наполнится совершенным миром. Пока не придет совершенная радость. В този момент знаю, что Бог забрал все мои проблемы. Че Бог е взял всичките мои проблемы. Все мои нужды. Всички мои нужды. Все мои тяги. Всички мои проблеми. И все мои времена. Всички мои времена. Я не имею нужды, чтобы что-то мир мог мне вообще предложить. Вы знаете, вот в заключение хочу сказать. Там, где Дух Господень, там свобода. Вот знаете, Бог может дать тебе достаточно. Знаете ли, Бог может дать тебе достаточно. Достаточно. Чтобы ты вообще ни в чем не имел нужды на этой земле. Чеда им нямашь нужды от нищего другого на този свят. Достаточно счастья. И безгранична любовь. Я хочу сказать, что такое грех. Грех в переводе буквально означает попасть мимо цели. Вы знаете, вот наш Дух. Он изначально был создан для слияния с Духом Божьим. И в этот момент человек получает невероятное счастье. И в този момент человек получает невероятное счастье. Очень много эндорфина. Много эндорфин. Гормонное счастье выделяется. Хормонное счастье то се отделя. Что делаем мы люди? Какво правим ние, хора? Мы свой Дух направляем на какой-то грех. Ние наш Дух го испрашиваем на някакъв. И наш Дух уже не может попасть в цель. И вече не можем да попасть в Целта. Он не может попасть в Дух Божий. Не можем да попасть в Божия Дух. Он не может с Ним слиться. Не можем да се слим со Снегом. Через грех он сливается с каким-то демоном или бесом. Через грех то се сливается с някакъв демон. Понимаете, да? Или сатана. Поэтому порочный человек. За това порочен человек. Он не может находиться в Божьей славе. То не может да се намеря в Божьей славе. Поэтому к чему мы приходим? Какво всъщност стигаме? Очень важно очистить своя жизнь. Много е важно да почистиш своя жизнь. Позволить Богу очистить нас. Да позволиш на Бог да ни очисти, почисти. И аз называю этот метод вътиснения. И аз называвам този метод на отискане. Метод вътиснения. От каждое утро вставай утром. Молись. Този метод е да ставаш всяка сутрин да се молиш. Молись Богу. Да се молиш на Бога. Пока Он не напълни твое сердце. Своим совершенным миром. Своей совершенной радостью. Своей совершенной любовью. И в этот момент Давид пишет и говорит. Я иду Господи исполнить волю Твою. Появляются другие желания. Понимаете, да? Да утишиш при някого. Да обнять. Да пригрнеш някого. Кому-то сказать Божье спасение. На някое да кажеш за Божието спасение. За кого-то помолица. Да си помолиш за някого. Да му-то предложить молитва покояние. Да предложиш на някого молитва на покоянието. Кому-то песни paisней почитать. Или да почитаешь песен на песните. Слава на нашия Бог. Нали? У нас е Бог. Че ние имаме Бог. И знаете, Бог изпълняет чрез нас своето предназначение. И Бог изпълнява чрез нас своето предназначение. Написано все от него, все к нему, все им движется и существует. Когда мы в Боге, нам нечем переживать, нам нечем волнуваться. Нам очень важно привести своих самых близких людей. Важно е да доведем най-близките ни хора. Тоже в это же место силы, это же место спасения, которым является тело нашего Господа Иисус Христа, чтобы мы не перестанно омывали с Его драгоценной кровью. Будьте благословенны, еще раз повторяю, там где Дух Господь, там свобода. Будем свободными и храните себя в этой свободе. Позвольте себя в таз и свобода. Аминь. Слава Богу. Быть в свободе — это не делать, что я хочу, а быть свободным от греха. Слава Богу. У нас время молиться за наши десятины пожертвования. Время, да се молим за пожертвование.